На работу с риском для здоровья. Вот уже третью неделю сотрудники организации, находящиеся в доме по адресу Оржакова 16 в Якутске, не могут спокойно пройти в здание. Причина – вода и наледь на прилегающей территории. Саргалана Захарова выясняла, кто должен решить проблему. Первые минуты съемок с собственниками пришлось разговаривать на расстоянии. Причина тому – вода, окружившая вход в здание и наледь, образовавшаяся на импровизированном мостике. И поэтому мосту, рискуя в любую секунду упасть в воду в 40-градусные морозы или подскользнуться, приходится добираться до работы сотрудникам ООО «Тритон». Мы сначала с этой стороны не могли к офису подойти, зайти. Теперь вот тут замерзло, с той стороны не можем. Вот сейчас вообще не можем. Все залило. Не выйти, не зайти. В общем, умудряемся всякое разное. Вот это безобразие. Чуть дальше становится еще страшнее. Воды вытекло столько, что она подтопила полностью весь тротуар. И людям, чтобы пройти этот участок, приходится рисковать жизнью, выходя прямо на проезжую часть дороги. По таким же тропкам приходится провожать до предприятий гостей столицы, партнеров, компаний из других городов страны. Стыдно перед приезжими у нас компаньоны, приезжие люди бывают из Костромы, из Новосибирска, из Хабаровска. И вот это все видят, такое безобразие, такое неприглядное зрелище. Это очень, конечно, некрасиво и стыдно. Обращения в разные инстанции, по словам сотрудниц организации, пока результатов не дали. Однако в службе эксплуатации городского хозяйства Якутска заверили, что работы идут. До конца недели течь остановят. Эти сети были признаны бесхозными водопровод, который запитывает жилой дом Ржакова-16, в том числе и крышную котельную, из-за чего мы этот трубопровод просто так остановить не можем, потому что упадет подпитка и рушится отопительная система. Поэтому были изысканы администрации города СГХ, службы эксплуатации городского хозяйства, были изысканы деньги на проведение этих работ. Сейчас работы выполняются и на этой неделе, к концу этой недели должны быть закончены. Убрать накопившийся лед, так же, как сообщили в службе, попросят управляющую компанию штурвал, в чье ведомство входит дом. Но только во дворе. А куда и во что вылится в будущей весной последствия течи вне дворовой зоны, пока неизвестно. Будем надеяться, что ремонт трубы хотя бы до того времени позволит сотрудникам компании спокойно и беспрепятственно приходить на работу. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, Анлика Саха, Якутск.